Это очень интересно провести, они узнают заботу о семье. Для кого-то важную, для кого-то средственную. Новый год – это время волшебства и исполнения заветных желаний. И каждый из нас очень тщательно подходит к вопросу выбора подарков. Но иногда мы просто в замешательстве, что же подарить родным и близким людям, чтобы действительно их порадовать. Моя бабушка каждый Новый год мне дарит один и тот же подарок. Это упаковка сладкой ваты и конфеты в праздничном кульке. Я люблю сладкое и всегда искренне рада ее презенту, как в 7 лет, так и в 21 год. А какой подарок для горожан стал бы самым желанным? На каждый Новый год всегда хочется позитивных, положительных эмоций. Это встречи, это радость, это семья, это организованный праздник в кругу семьи. Что касается этого года, мне хотелось бы быть в кругу семьи. Мамы, папы, сестры, ее семьи, моих друзей из Краснодара, моих друзей из Москвы. Вот хочу, чтобы мы собрались в одном месте где-то и отметили Новый год. Для меня на данный момент самым желанным подарком стала бы увидеть сына, которого мы в этом году отправили служить в армии. Мир во всем мире и счастье для всех людей, окружающих нас. И, конечно же, обучение наших учащихся, чтобы они были умными, творческими, здоровыми и настоящими гражданами Российской Федерации. Самым желанным подарком на Новый год для меня было бы это, чтобы все мои близкие были живы и здоровы. Это самый главный, самый ценный подарок, чтобы они были счастливы. Самым желанным подарком на Новый год для меня был Василий Дед Мороз, мне принес доченьку. Музыка Мы взрослеем. Одно событие меняет другое. Карусель жизни вращается все быстрее и быстрее. И лишь в преддверии Нового года, вдохнув запах хели, взяв в руки новогодние переливающие шары, мы останавливаемся и возвращаемся в детство. А там молодые мама и папа, суета на кухне, новогодние игрушки и мандарины. В детстве мы с сестрой всегда придумывали новогодний концерт для нашей мамы. В нем принимали участие все наши соседи. У нас были и вокальные, и танцевальные номера. Это мое очень теплое и яркое воспоминание из детства. А у вас есть такие? Я думаю, как и у большинства моих современников, это запах мандаринов, красиво накрытый стол, Дед Мороз, который бабушка, мама, папа. И радость, подарки. Яркие воспоминания, я думаю, что это, наверное, новогодние утренники, на которых всегда у меня была ведущая роль Снегурочки. И поэтому они, наверное, всегда были очень запоминающимися, очень яркими, потому что несколько утренников проходило, и ты всегда был рядом с Дедом Морозом и главным действующим лицом на этом празднике. Самое яркое воспоминание из детства, это когда мне подарили куклу, которую я водила за руку. Это было самое несбыточное мечтание всех девочек. И папа мне его осуществил вместе с мамой. Спасибо ему за это. Я помню подготовку, скорее всего, к Новому году. Вот когда мы доставали из коробочки вот эти стеклянные игрушки, которые еще бабушка их хранила и собирала. И так опасно было их доставать, не разбить, эти бусы повесить на елку. И помню, что у нас была всегда на Новый год живая елка. Помню, что папа смастерил конструкцию, которая крутилась, то есть елочка вертелась, крутилась. И эта звезда красная, которая горела, тоже папа ее там как-то подключал, он у меня электрик. Вот это я очень помню. Не помню процесс самого наступления Нового года, а помню подготовки. И второй день, когда мы ходили на горку и катались с этой горки, и все мокрые приходили домой. Самое яркое воспоминание с моего детства – это то, когда мы очень долго ждали Деда Мороза. И каждый год заказывали себе, писали письма и заказывали подарки. Это я получила чайный сервиз. И немножко напоследок увидела Деда Мороза, там шубку его, что он действительно приходил. На Новый год папа нам принес елку, мы ее так долго наряжали, делали украшения сами руками. Там были шарики стеклянные. Для мамы готовили сюрприз, и елка упала ночью, и все шарики полопались. Дед Мороз По словам исследователей, ребенок перестает воспринимать Деда Мороза всерьез, еще тогда, когда родители об этом даже не догадываются. А верите ли вы в Деда Мороза? И помните, когда перестали в него верить? Дед Мороза я верю до сих пор. Раньше Дед Мороз был Дед Мороз. Потом я поняла, что это мои родители. Сейчас я понимаю, что это мой муж, который исполняет все мои заветные мечты, желания. И ему огромное за это спасибо. Я, как снегурочка, тоже ему подарок кладу под елочку. Верю до сих пор и надеюсь, что придет. Ведь он всегда приходит к тем, кто ждет его искренне, по-настоящему. Нет, я до сих пор верю в Деда Мороза. Мне Дед Мороз приносит подарки под елочку в 12 часов. В преддверии Нового Года многие подводят итоги и стараются осмыслить события, чтобы оставить ненужное в прошлом, чтобы начать Новый Год с чистого листа. Можно выдать вердикт, хороший был год или плохой. Но всегда найдется то, что хочется изменить или исправить. Вот я, допустим, с 2019 года точно знаю, что мне нужно изменить и чему я хочу научиться. А вы, что бы хотели начать делать с Нового Года? Я бы хотела начать здоровый образ жизни, побольше уделять времени детям своим. Ну и, конечно, отдохнуть со своими детьми и отдыхать почаще с ними. Обязательно начну с понедельника бегать, наверное, обливаться холодной водой. Я этого ни разу не делала. На 19-е я всегда хочу окунуться в прорубь, но являюсь только зрителем. Ну, наверное, попробую. У меня таких планов нет начать что-то с Нового Года. Я думаю, что то, что задумано сейчас, происходит и делается. Это и будет нашим дальнейшим призывом и деятельностью в следующем учебном году. С Нового Года, наверное, начать больше улыбаться, становиться добрее к людям. Может быть, и мне будет больше улыбаться, стараться быть добрее. С Нового Года я хотела бы начать больше времени посвящать своей семье. Новый Год – это, наверное, такой понедельник понедельников. И нужно обязательно подвести итоги и поставить себе новые цели, новые задачи и двигаться дальше. Впереди не только самый волшебный и долгожданный праздник, но и январские выходные. В 2019 году россияне будут отдыхать 10 дней. За это время я успею выспаться, освоить новые настольные игры, провести время с друзьями, родными и близкими. А чем будете заниматься вы? И нужны ли нам такие длинные январские выходные? Нужны обязательно, потому что это прекрасная возможность встретиться с родными и близкими людьми, с которыми не получается встретиться на протяжении года ввиду причин географических, загруженностей или еще чего-то. Во время длинных каникул, благо у нас получается 9 дней, выходных получается совместить и активный отдых, и теплый, домашний, и уютный. Мы не разгульно их проводим, а спокойно в кругу семьи. Первые дни, конечно, они такие спокойные, размеренные перед телевизором и с вкусняшками. А потом это активная жизнь. Это санки, это елка, это гуляние, это библиотека, всевозможные какие-то мероприятия. Если сделали так, что длинные каникулы, то хотя бы были до 12 дней, чтобы можно за этот период куда-то съездить и отдохнуть. А если уж их каждый год совпрощают на один-два дня, то уж тогда выходить на работу и работать. Как вы обычно проводите новогодние выходные дни? Ну, Новый год встречаем в семейном кругу, а потом идем поздравлять своих друзей, знакомых и близких. Для меня новогодние каникулы – это встреча с моими родными. Я практически каждый год планирую поездку к маме, к папе, где собираемся с братом, с его семьей и со всеми родственниками. Для меня это очень важно, потому что я встречаюсь в Новый год со всеми своими близкими. В этом году, конечно, не получится поехать, потому что изменились в планах, хотя было допланировано. Но я думаю, что встреча с друзьями и активный отдых выезда из города здорово будет провести вместе с ними. То есть это хорошо, потому что семья, друзья – это самое ценное и важное у человека. Длинные новогодние каникулы взрослым нужны точно так же, как и детям. Потому что очень многие выезжают за пределы города, хотят встретиться со своими близкими, со своими родственниками. Я считаю, что это еще один шанс большой для того, чтобы сохранить семейные традиции. Считаю, что отменять нельзя, потому что это время дополнительное, которое можно провести со своей семьей. А как проводим? Ну, со семьей, с друзьями, гуляем, отдыхаем. Я думаю, что должны быть новогодние длинные каникулы. Это все-таки такой праздник, это веселье. Мы посвящаем это время детям и своим близким. Надо увеличить еще на дни 15, чтобы еще и к маме с папой съездить. Это была программа «Мысли вслух». Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Увидимся на телеканале «Вектор». Субтитры создавал DimaTorzok